Друзья, всем горячий привет. Владимир Зарубин, компания Речные лодки. За моей спиной Рип Скайларк 480. Приехал к нам после первых тестов, тестировал его и обкатывал наш клиент. Его зовут Роман. И я сейчас расскажу, что мы для него сделали, как собрали лодку. Это Скайларк 480. Лодка, которая дарит очень интересные впечатления. Ты на нее смотришь и думаешь, что кельеватость такая, ширина лодки такая, топливный бак то-то-то. Потом выходишь на воду и начинаешь офигевать. Традиционно начнем с носа. Мы по просьбе клиента установили на носовой баллон носовую площадку. Сделали дополнительную защиту келя. Повторюсь, у нас в базе идет штатная лента по центру. Вот эта вот. И мы по бокам еще добавляем две ленточки. Тем самым защитив кель в том месте, где он больше всего подвержен каким-либо воздействием окружающей среды. Палитра этой лодки графитово-белая. Что это означает? Белый корпус. Нижняя часть баллона выполнена из ткани графитовом цвете. Верхняя часть баллона белая. Плотность ткани 1450. Стеклопластику. В лодке была установлена консоль номер 13. Она же рюмочка, она же голова железного человека. И сейчас тут еще с одного ракурса я увидел голову хищника. Помните, был фильм такой? А, господи, не хищник, а чужие, чужие. Прям вообще. Когда-нибудь найдется какой-нибудь художник, который разрисует эту консоль. И на баллоны мы установили два основания с откидными столиками. В походном положении столик выглядит вот так. В разложенном виде столик выглядит вот так. В этой версии столиков две пружинки. Два пружинных упора. Сразу отвечу на вопросы, которые были по поводу размещения этих столов на лодках Skylark 480 и 5 метров. По статистике получается так, что именно вот в этом месте столики устанавливаются. Напротив кресла судоводителя. Давайте вам напомним про конструктивную особенность этой лодки. У Skylark 480 интегрированный носовой рундук. Это неотъемлемая часть лодки. Далее идет палубный рундук. Залезу в лодку, покажу его глубину. Можно видеть вот этот вот шов. Это крышка, которая закрывает топливный бак, который находится в подпалубном пространстве. Skylark 480 относится к серии Fish. У этих лодок нет рецесса, подрецессного пространства и интегрированного кормового рундука. Поэтому кормовые рундуки мы сюда вкладываем. В этой лодке слив воды с палубы мы реализовали следующим способом. В палубу было врезано несколько сливных шпигатов. Один находится вот здесь, перед кормовым рундуком. Второй мы врезали вот в этой части. Вся вода, которая в лодку попадает, уходит в подпалубное пространство. И оттуда удаляется автоматической помпой. Друзья, в ближайшем будущем, я очень надеюсь, может быть даже уже в июле нам удастся снять первый корпус, в котором уже будет реализован и рецесс, и кормовой рундук. Как это сделано на 500 Skylark, на 365, на 450. То есть работу мы ведем, но точный срок пока сказать не могу. Надеюсь, в июле. И тогда у нас здесь появится интересный вариант лодки. Да, забыл сказать, что это первая лодка, на которой мы установили кринолины. Теперь Skylark 480 имеет свои кринолины, и по желанию вы их можете заказать. За кадром я уже проверил, постоял на них, да и клиент наш на воде тоже на них стоял. В общем, вещь такая очень полезная. И до винта дотянуться, да и просто немножко увеличивает корпус лодки. Вот, а это никогда не помешает. Еще одна новинка, это TARGO, которая разработана для Skylark 480 из нержавейки. Она появилась на свет благодаря нашему клиенту. Роман, большое тебе спасибо. Качество изделия на высоте. Качество швов обалденное. По умолчанию мы сюда делаем вот такие вот потопчинки из фанеры. Ну, а вы уже можете сюда сделать все, что вам захочется. Опять же, за кадром встал на нее, держит, все хорошо. Вообще, эти потопчины можно использовать для размещения каких-то походных экспедиционных корзин. Сюда можно поставить топливные баки. На TARGO можно разместить ходовые огни, топовый огонь, спиннингодержатели, акустику. Это TARGO невысокая. Мы ее специально такую задумывали для того, чтобы лодка на прицепе могла войти в стандартный гараж. Лодка интересная, конечно, с разных ракурсов снимаешь, и очень красиво она выглядит. На консоль установлена заливная горловина и развоздушка. Установили ее с левой стороны по согласованию с клиентом. Также по умолчанию и чаще всего ходовые огни или бортовые огни зеленый и красный мы устанавливаем именно на консоль. Консоль, как вы видите, с рейлингом. Рейлинг – это тоже очень полезная опция. За него удобно держаться, и на него можно дополнительно крепить какие-либо специальные зажимчики, крепления для экшн-камеры, ну и, может быть, для какого-то доп. оборудования. Кресло вот это тоже удобнейшее предоставил клиент, как и амортизационную стойку. Вот в рябах я считаю, что вот кресло и стойка – это прям вообще тема нужная-нужная очень вещь. Кормовой рундук. Кормовой рундук Skylar 480. Он у нас такой, можно сказать, один, стандартный. Реализована спинка на откидных петлях. Прошу обратить внимание, очень интересные и хорошие петли, которые делают вынос спинки немножко назад. Видите, как получается. С такими петлями очень комфортная посадка здесь. Ну и лодка довольно компактная получается. То есть консоль приходится смещать максимально вперед. Соответственно, креслица рассчитываем под рост клиента. Ну и здесь есть местечко разместиться двоим людям. Обращаю ваше внимание, что в лодках Skylarc вся проводка, она скрытая. То есть, если вы посмотрите на баллоны, либо на корпус, кокпит, вы не увидите здесь нигде ни тростов управления, ни проводки, ничего. Все внутри. Это очень круто. Ну а в условном рецессе через проход борта все провода спрятаны в гофру и, в общем, выведены в двигатель. Установили также вот вентиляционные решетки, топливный сепаратор. Ну а там лючки. Это технологический люк как в палубе, так и в правом усилителе транса. Управление двигателем реализовано с помощью классического штур-троса. К гидравлику клиент не захотел сюда восстанавливать. Двигатель, как вы уже догадались, по машинке ГАЗ Ревер, здесь стоит Ямаха 60 сил. Носовой рундук сверху, с установленной мягкой накладкой и накладкой под поясницу. Снимаю на широкий угол, чтобы лучше было все видно. Палубный люк. Здесь установлено два пружинных упора. Ну вот клиент положил здесь черпачок. Швартовые концы. Очень вместительный здесь рундук, я вам хочу сказать. Я думаю, что даже какой-нибудь любитель рыбалки может из него сделать такой, как бы, условный лайвл. Пост управления. Шикарное, очень удобное кресло. Оно для меня даже большое. Консоль здесь и, ну, если можно так выразиться, панель приборов. Тут все очень просто и лаконично. Установлен указатель уровня топлива. Прибор Yamaha фирменный. И панель переключателей с клопками. Их тут 6 штучек. Панель, кстати, довольно удобная, потому что она уже сразу с предохранителем. Есть напряжение сети. USB розеточка. И розеточка прикуривателя. 12 вольт. В связи с тем, что мотор по NMEA соединен с эхолотом, нет необходимости на консоль лепить дополнительные всякие приборы. Вся телеметрия находится на экране. Заходим в приборы. Ну, и так как двигатель не заведен, соответственно, показаний у нас никаких нет. Но навигацию я, пожалуй, выключу. Про стоечки хотел еще и кресло рассказать немного. Ну, вдруг кто-то не в теме. Те, кто опытный, как говорится, вы это уже все знаете. Кресла вообще бывают совершенно различных видов. Но основное отличие, пожалуй, в таких относительно дорогих креслах, это вот этот откидной валик или так называемый блостер. Когда вы поднимаете вверх, посадка у вас становится более высокой. Видите вы дальше. Еще эта опция нужна для того, чтобы управлять лодкой стоя. И максимальный комфорт добавляет слайдер, который устанавливается на аморизационную стоечку. То есть, вы рычажок подняли. Мне сейчас, наверное, одной рукой будет неудобно это делать. Хотя, я сделаю по-другому. Ногой нажал и... Опа! Видите? Какой ход большой получается. Это очень круто и очень удобно. Ну и также, с другой стороны, есть рычаг, который дает возможность развернуть кресло вокруг своей оси. И я очень рекомендую кресло, если вы устанавливаете на поворотное основание, основание это покупать обязательно с фиксатором. Иначе на ходу вас будет разворачивать. В кормовом рундуке у нас также установлен пружинный упор, вентиляционные решетки. Ну и здесь был реализован аккумулятор стартовый, ключ массы. Ну и еще остается много места для хранения вещей. Рундук сухой. Чуть ближе покажу вам еще раз кормовый рундук с установленной мягкой накладкой. Большое спасибо нашим клиентам за их опыт, за их идеи. Я вам обещал показать. Я стою на потопчине. Она выдерживает мой вес. Вес во мне почти 110 килограмм. Ну и также я сейчас встану вот сюда на акринолин. Держусь за таргу и встаю сюда. Очень крепко, очень надежно. Они у нас прикручиваются мощными болтами, поэтому безопасно. Держась за таргу, можете перешагнуть на этот борт. Хватаюсь одной рукой, вступаю сюда ногой, перехожу в салон. На этом, пожалуй, все. Вот такой вот коротенький обзорчик очередного прекрасного комплекта Skylar 480. С рюмочкой, с таргой, все как положено. Ну и моторчик Япошка 60. До новых встреч, пока-пока. Увидимся на воде.